Всем огромный привет! Вы на канале Юрия и Лариса Иванова Лаг. И сегодня мы готовим наисложнейший ужин из жареная картошка с грибами и с луком на сливочном масле. Ну что, ребята, приступим! Я взяла полстакана сливочного масла. Да, один пал. Другое дело. 400 грамм шампиньонов. Луковица у нас примерно около 300 грамм. 5 картофелин. Примерно, наверняка, около килограмма это у меня все. Что я для начала буду делать? Ни для кого я не открываю Америку. Это блюдо готовят все. Чего ты смеешься? Ну, потому что смешной ужин у нас. Мы вообще планировали сделать другое. Но, смотрите, я буду крупно крошить лук. Иначе, когда все это сжарится, это будет каша, если я мелко покрошу. Кто любит, пожалуйста, помельчите. Ты любишь мелкое? Я же уже говорила, я люблю крупнее. Если бы я себе готовила вообще, я бы еще крупнее порезала. Еще крупнее режь. Если бы себе. Мне, я тоже не против. Вообще-то, это я маму уговорила картошку сделать. С грибами. Иначе грибы у нас просто пропадают. Дочь у меня сегодня печеньки настряпала. Кукисы. Так, идем жарить лук на сливочном масле. Я включила электроплиту. И забыла. Положила кусочек масла. И отхожу отсюда. Да? То оно просто растопится? Шампиньоны мне крошить не нужно. Здесь все резаное уже можно купить. Да, в принципе, у нас сейчас в России тоже резаные шампиньоны продают. А они дороже или дешевле? Кстати, здесь дороже резаные. Да? А раньше, я помню, мы с тобой смотрели, было одинаково. Я сейчас заметила, что дороже резаные. Ну, там буквально на 5-10 центов, может быть. Что-то особо разница. Картошку я порежу соломкой. Что такая миленькая соломка? Она такая нужна? Ну, не совсем. Ну, я же привыкла, что картошка фри, она длинная. Ну, не стала вкус совсем. Здесь картошка готовится подольше, чем в России, мне так кажется. И лук тоже, поэтому я ее по привычке режу потоньше. Так бы покрупнее порезала тоже. Может, у меня такое предвзятное отношение, я не знаю. Вспомнили про масло, что нужно его посмотреть. А я один раз тут вот так оставила ПЭМ. Ну, вот это не ПЭМ, но, в общем, спрей для сковороды. Оставила, плюта включенная, все, наверное, две комфорки. И ПЭМ с этой стороны стоит, и с этой. И он как взорвался, как брызнул. У меня вся кухня была здесь в ПЭМе. Ну, хорошо, хоть ничего не сгорело, слава богу. За кладку делаем лука. Ой, в сливочном масле, да с грибочками. Запах такой. Дуча говорит, мама, ты, по-моему, мало масла положила. Я говорю, ну, давай еще две тонны сюда. Я тут лук перемешиваю. Какая длинность. Вернемся к видео, давайте. Ваша заливная рыба. Ну, что тут? Пусть обжаривается лучочек. Лучочек. Всыпаем грибочки. Да, я думаю, на неделю у нас задом будет. Ну, это мама будет кушать. Зачем ты сказала мне, что нужно приготовить столько? Наид, съедим, не переживай. Ладно. Буду надеяться. Все, высыпаем картошку, потому что тут уже все. Как минимум. Достаточно. Быстро шампиньоны жарятся. Сейчас перемешаем. И закроем крошечкой. Ребят, солим по вкусу. Как вам нравится. И перчим тоже. Уже почти у меня готовая картошка. Ну, у нас перчик последний. Ничего не добыли. Перца надо. Почти готова уже. Ой, запах вообще обалденный. Пахнет сливочным маслом. Парит, говорю прям. Вкусно пахнет. Ну, все, ждем так. Три минутки, наверное, его готово будет. Да? Вкусно. Нереальное вкуснотище. Язык можно проглотить. Давай попробуй на видео. Ну, правда, очень вкусно. Проглоти язык. Божественная картошечка. С маслом сливочным, да? Вообще обалдеть. Всем пока-пока. Всем приятного аппетита. Всем хорошего настроения. Всего самого наилучшего. До встречи. Не забывайте подписываться на каналы наши. И ставить лайки. Зятю очень понравилось. Уже третью тарелку есть. Да, сказал мне нравится. Я говорю, да, конечно. Чему не нравится? Три килограмма картошки. Пять килограмм мяса. Мясо. Ой, мясо. Масло. Я хотела масло сказать. Ну, шутка такая, да? Очень вкусно, короче. Готовьте. Вообще вкуснотища. Я тут огурцов наела. Вон уже. Сколько съела. Вчера мне дочь выкупила папайю. Я говорю, дочь, я же не просила у тебя папайю. Помылого хотела. Она говорит, все, мама, теперь ешь папайю. Я говорю, я даже не знаю, как ее едят и чистят. Она говорит, боже, что ты почистить не сможешь. Смотрите, короче, она мне говорит, мама, давай сейчас почистишь. Позавчера я чистила ананас. Ой, так она спелая, однако. Как ты думаешь? Вау, что это внутри? Я ни разу не ела. Кстати, напишите, кто любит эту папайю и что с ней вообще можно приготовить. Я думаю, это... Ой, какие они мягкие. Их не едят, мне кажется. Да я попробую. Какой вкус. Может, их надо вот так выковырить? Ой, боже, почему цвет меняется? Мне страшно. Я такой фрукт никогда не ела. Надо было, наверное, сначала кожицу очистить. Что-то я хочу потрогать. Ой, какой приятный. Такой интересный. В общем, сейчас мы будем пробовать. Вау. Кто пробовал папайю, отзовитесь. Расскажите, как вам это понравилось в первый раз. Я, честно сказать, заморские фрукты не покупаю. Я беру мандарины, апельсины, яблоки. Зачем мне вся эта ерунда? Доча живет здесь, а я хожу, смотрю, она мне уже сколько раз это предлагала. Нет, я не хочу, я не готова. Ну, помнишь, ты манго попросила? Я хочу манго, я купила, ты потом не ела его. Помню. Дурочкой была. Дурочкой была. Давай отрежь что-нибудь. Что-нибудь? Как, это, наверное, как дыня? Может быть, слушай. Давай. Ну, кусочек просто отрежь. Что-то ты расточительно чистишь. Ну, что я буду... Давно в России не была. Кожа, что ли, вот эта есть? Надо это сдирать. А мы купили ананас в Сэмсклабе. И, представляете, почистили его. Всего ананас стоил 3 доллара. А почистили, и там оказалось мякоти 900 грамм. Взвешала я. Вообще выгодно. И такой был вкусный, сладкий. Прям вот в самый раз, да? Понравился нам. Ну, отрежь мне уже кусочек. Я тут стою и снимаю. Слюья вместе класть. Не знаю, как это едят. Да простят меня по пальцам. Ну, и как это? Сказать честно? Фигня какая-то. Может, я и есть не умею? Может, мы не то вырезали? Какая гадость. Редкая гадость. Никакой не сладкий, да? Да какой-то аж горький. Ну, что это? Я не могу понять. Как будто что-то с грейпфруктом связано. Аликс, хочешь попасть? Нам скажут, что вы колхозница. И что, не знаете? Да, сейчас напишут нам. Да, вот такие мы колхозницы. Капец, вот фигня, а. Знаешь, такое ощущение, что когда домашнюю курицу режешь, домашнюю... А, все, перестань. Подожди, у нее много яичек. И вот они такие меленькие. Приятного аппетита. О, какая гадость. Не тронь. Да выброси это нафиг. Я считаю, что это вкусно. Надо только, знаешь, чем... Может, это надо засолить? Может, это маслом полить надо? Слушай, может, заготовочки сделаем? Ну, точно. Маслом таким слева? А рука не тянется. Да я хочу распробовать, я не понимаю. То ли со мной что-то не так, я за это 4 доллара отдала. Боже мой! Хорошо, что мне раньше не сказала. О, какая гадость. Мы все пробуем папайю, пытаемся раскушать ее. Пытаемся понять, что-то с нами не так или что. Я спросила у мужа, и он сказал, что он пробовал папайю в Мексике, и ему не понравилось. Значит, все с нами так. Да, у нас одинаковый вкус с мужем по еде. Особенно у тебя и... Вот, надо взять, джарит. Сейчас выплю, нет?